Спорт проигрывает коронавирусу. Почти все топовые соревнования отменены или отложены. Среди них Лига чемпионов, Лига Европы, Чемпионаты мира, Европы по футболу, легкой атлетике, шорт-треку. Приостановлены игры чемпионатов НХЛ, матчи Еврокубков и НБА. Сейчас все атлеты мира, затаив дыхание, ожидают ответ на самый главный вопрос – перенесут ли Олимпийские игры в Токио. Тверские спортсмены, которые также были претендентами на участие в главном старте четырехлетия, находятся в подвешенном состоянии. Мария Шалованова разбиралась, как коронавирус повлиял на тренировки наших атлетов. Самое большое представительство на Олимпийских играх 2020 года от Тверской области ожидалось в грибных видах спорта. Спортивная школа имени Антонина Серединой ежегодно готовит спортсменов самого высокого класса – многократных призеров чемпионатов мира и Европы. В этот раз в сборную России смогут попасть минимум четыре наших представителя. Илья Первухин, для которого эти игры станут четвертыми, Александр Сергеев, Иван Дмитриев и Артем Кузахметов. Пока они только претенденты. Отбор в национальную сборную произойдет немного позже. Сейчас отменены все соревнования всех уровней, юношеские все отменены. Соревнования, которые являются отборочными на Олимпийские игры, сейчас стоят в графике. То есть у нас ближайшее соревнование – это Кубок России. А пока отмены его нет. Кубок России – это самая важная часть отбора в сборную страны. В большей части по его результатам и отбираются спортсмены, которые будут представлять наш триколор. И так как он еще не отменен, тверские грибцы сейчас ведут штатную подготовку к соревнованиям в Турции. Андрей Лаенко находится с ними в постоянной связи. И все же говорить категорично о благоприятном исходе в плане проведения Олимпийских игр нельзя. Во-первых, эпидемия не идет на спад. Количество заразившихся увеличивается с каждым днем. Точно так же растут смертельные случаи от коронавируса. Массовые перемещения людей по миру не способствуют снижению числа заболевших. И если по главному старту четырехлетия вопрос еще не решен, то по всероссийским и окружным соревнованиям все понятно. Их приостановили до неопределенного времени. Например, баскетбольный клуб «Тверь» ушел в незапланированный отпуск всем составом. Чемпионат первенства ЦФО среди мужских команд пока приостановлен. Однозначно никакой паники. Рекомендовали соблюдать элементарные нормы, закупиться продуктами. Хотя сейчас 50 на 50 разделяется позиция. Но я все-таки не считаю, что это паника. Это меры предосторожности. Две-три недельки придется побыть семьями, посидеть дома, прочитать книги, заняться физической подготовкой в домашних условиях. Поэтому в штатном режиме, как и все, получаем новости и на эти новости реагируем. Также отменены детские крупные соревнования. «Тверь» должна была принимать финал чемпионата по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет» — школьная лига. Но дабы не допустить любой, даже самой минимальной, угрозы здоровью юных спортсменов, СИЗО также приостановили. На прошлой неделе у нас была делегация с Минспорта и с школьной лиги «Локобаскет». Уже писали о том, что Тверская область получила почетное право на проведение всероссийского финала в школьной лиге «Локобаскет», который должен был состояться с 19 по 24 апреля. И вот, к сожалению, тоже в конце прошлой недели пришла новость о том, что пока переносится проведение всероссийского финала в Твери. Хочется верить, что эпидемия все же пойдет на спад. И все спортивные соревнования, начиная от баскетбольной школьной лиги и заканчивая Олимпийскими играми, пройдут по расписанию. Но нельзя исключать сценария, при котором мы станем свидетелями четвертых отмененных игр. Впервые за 76 лет. Ведь причинами прошлых переносов были две мировые войны.